Привет, с вами Дмитрий Слепцов. В этом уроке мы поговорим о том, что такое наследование. Точно так же, как и в жизни дети наследуют характер и определенные черты своих родителей, точно так же и в программировании классы-наследники могут получать все те свойства и методы, которые есть у классов родителей. Сейчас нам важно понять общий концепт того, как это работает. Итак, представим, что вот мы использовали классы cat, dog, кошка, собака, индикаторы, стратегии и так далее. И давайте представим, что есть некая общая категория более высокого порядка, которая является родителем, ну, например, класса cat или dog. Что получается? Это будет у нас категория млекопитающие. Ну, к примеру, опять-таки здесь мы как программисты можем сами задавать эту структуру и выбирать те классы, которые будут наследовать от других классов. И вот мы понимаем по логике вещей в жизни, что, допустим, собака или кошка это, так скажем, частный случай млекопитающего. То есть млекопитающие это достаточно большая категория более высокого порядка, чем конкретно кошки. А вот кошки, они получаются, так скажем, под вид вот этого большого вида млекопитающей. Как это объяснить компьютеру? Как это запрограммировать? Что мы делаем? Ну, для начала мы должны описать класс млекопитающие. Мы уже умеем это делать, пишем класс мамал. Мамал это по-английски млекопитающий. Открывающая скобка. И мы как программисты опять-таки прописываем те свойства, те поля и методы, которые будут у этого класса. Ну, давайте представим, что этот класс должен иметь поле из alive. То есть млекопитающий это тот объект, это то существо, которое может характеризоваться тем, живое оно или неживое. Мы прописываем паблик. Это мы уже знаем, что такое. Паблик. Дальше булл. И у нас будет зеленым цветом. Это мы сами выбираем название. И the life. Точка запятой. Компьютер будет знать конкретно, что происходит с этим млекопитающим. Далее. Паблик. Стринг. И planet. То есть планета. Это то поле, которое говорит о том, на какой планете живут эти млекопитающие. Допустим, мы сами думаем о том, что есть несколько планет, на которых могут обитать вот эти млекопитающие. И вот нам в данном случае важно понимать, на какой планете живое, неживое. Это у нас получается planet, поле, точка с запятой. Все. Вот это нас интересует про этот класс. Далее. Понятное дело, что мы можем еще что-то дополнительно описать, какие-то поля, методы. Но нам для общего концепта этого пока достаточно. Итак, это мы знаем про млекопитающих. Далее. Мы уже говорили про метод конструктор. То есть метод конструктор будет создавать объект, конкретный объект этого класса. И мы хотим объяснить компьютеру, что когда он будет создавать этот объект, вот у нас получается public mammal, скобки, фигурная скобка открывается, этот класс будет создавать объект, у которого значение поля is alive, true, то есть это живое существо, и планета Земля. То есть мы прописываем, что это у нас будет вот так, this this точка is alive равно так, ну давайте вот так синим, true, все, точка с запятой. И дальше this planet равно земля точка с запятой. Далее закрываем класс конструктор, вернее метод конструктор, и закрываем класс. Все. Вот такой небольшой код объявили, прописали непосредственно поля, и прописали метод конструктор. Когда мы будем создавать объект этого класса, то в любом случае будут у него значения полей true и земля. Мы про этот метод уже детально говорили, то есть здесь мы уже знаем, что это такое. Далее. Это у нас класс mammal, и дальше у нас есть класс cat, в котором у нас тоже будет определенный объект, который будет создавать определенный объект, у которого есть поля, и будет метод конструктор. То есть вот здесь мы с этим разобрались, это мы сейчас посмотрим, как на практике выглядит. И давайте представим, что вот есть второй класс cat, тут уже мы просто сотрем, вот этот код понятен, будет у нас описан класс cat, у которого будет свойство name, уже нам известное, это будет вот здесь прописано, вот это string, string name, и вот здесь int age, то есть возраст в месяцах, количество полных месяцев. int age. Вот такой концепт. Далее. Этот класс cat тоже должен иметь метод конструктор, ну, по крайней мере, мы решили его прописать. Вот здесь у нас будет cat, и метод конструктор будет создавать конкретный объект, конкретную кошку, у которой значение поля name будет равно так, ну, например, барсик, точка с запятой, а значение поля age будет равно 12. Все. То есть два класса, у которых по два поля и один метод конструктор. и теперь мы делаем следующее. Мы пишем двоеточие, класс cat, двоеточие, и вот здесь mammal. Когда мы сделали вот это, мы объяснили компьютеру, сказали ему, что cat должен наследовать от класса mammal. То есть, что значит наследовать? Это он получит те же поля и методы, которые есть у класса mammal. То есть, cat в данном случае является наследником, точно так же, как дети имеют черты, характеры своих родителей, внешность, но при этом есть что-то свое, что-то индивидуальное, так и здесь. Класс cat является наследником класса mammal. Он имеет те же черты, те же свойства, методы, которые есть у класса mammal. То есть, все кошки у нас будут характеризоваться тем, что они живые или не живые, и тем, что они на планете Земля или не Земля. Но в данном случае мы прописываем Земля. И при этом у них есть какие-то свои особенности. Есть имя, есть возраст. Где еще это применяется? Это, по сути, структура того, как мы организуем свою программу, свой код. Ну, к примеру, если мы говорим о музыканте, то есть, в принципе, общая категория музыканты, класс музыкант. А есть класс, например, пианист или класс скрипач. То есть, скрипач, он тоже музыкант, но при этом это частный вид музыканта. У него будут свои особенности. Он играет на скрипке и так далее, и так далее. Так и здесь, что если мы говорим про стратегии, есть класс индикаторы, к примеру, и уже есть подкласс, допустим, трендовые индикаторы или осцилляторы, которые будут наследовать от класса индикаторы. Или торговая стратегия. Они могут быть трендовые, контртрендовые. То есть, есть общий класс, так скажем, стратегии, и при этом есть частный вид стратегий трендовые или контртрендовые. Таким вот образом мы будем работать с наследованием, и сейчас самое главное понять то, что детально нам не потребуется вот эту тему разбирать. Сейчас пока важно понять общий концепт, потому что программирование для трейдера это, ну так скажем, частный случай программирования в принципе, и здесь просто важно понять, что означает вот эта запись, какой-то класс, двоеточие, какой-то другой класс. Что это означает? Все. Детально нам в это погружаться не нужно будет. И вот давайте посмотрим, каким образом это выглядит на практике. вот у нас есть класс Mammal, млекопитающий, млекопитающий E, public bull is alive, public string planet, public Mammal, то есть конструктор этого метода, вернее конструктор этого класса, и this is alive true, this is alive земля прописываем. Все, это то, что мы вот здесь разбирали только уже в коде непосредственно. Далее есть класс cat, который наследует от Mammal. public string name, public int age, public cat, this name barsic, this age 12. Все, классы описали, и также прописали, что обязательно есть наследование. И что мы дальше делаем? Уже известная нам процедура. Создаем объект cat mycat объявили объект класса cat, дальше mycat равно newcat создаем конкретный объект и вот здесь дальше уже в консоль прописываем mycat точка name и дальше в консоль прописываем mycat mycat точка age и давайте кстати вот так сделаем мы сначала двоеточие маммал уберем то есть просто пока описан класс cat запускаем программу все нормально барсик 12 то есть мы создаем объект класса cat и конструктор класса создает конкретную кошку с именем барсик и с именем вернее и с возрастом 12 все с этим разобрались а теперь представьте мы делаем вот так мы консоль write line то есть пробуем в консоль вывести mycat и обращаемся к полю is alive и также обращаемся к полю planet понятное дело что студия нам подчеркивает красным то есть она говорит что нету ни isalive свойства ни planet свойства у этого объекта понятное дело что нет потому что у класса mycat прописано только поле name и поле age а теперь смотрите что мы делаем cat двоеточие маммал прописали что кошка класс cat наследует от маммал и обратите внимание mycat isalive и planet больше не подчеркивается запускаем программу начало работы программы барсик 12 true земля то есть смотрите что получилось получилось что вот здесь в консоль мы выдали имя и возраст барсик 12 это свойства полей класса объекта cat а вот здесь mycat isalive то есть мы обращаемся к полю isalive которого у cat класса cat вот здесь нет но зато оно есть у класса маммал от которого наследует cat и таким образом когда мы обращаемся к isalive то есть mycat . isalive к этому полю то фактически объект этого класса являясь наследником класса маммал имеет это поле имеет конкретное значение таким образом нам не нужно каждый раз в классе cat прописывать все то что мы хотим туда прописать исходя из того что есть у другого класса мы могли бы просто точно так же прописать public isalive там и так далее public bull isalive но это делать не нужно вот таким вот образом мы имеем возможность дать классу что-то что уже создано в другом классе и добавить что-то свое и когда мы наследуем от какого-либо класса то мы получаем доступ фактически к всему тому что умеет вот этот класс от которого мы наследуем это самое главное это то что нужно понимать что фактически программисты другие допустим вот в трейдинге есть разные торговые терминалы там допустим TSLAB TRADEMATIC WEALTHLAB и программисты там уже что-то сделали они написали кучу кода описали кучу классов и вот мы берем создаем наш класс наследуем от того класса который уже создан до нас другими программистами и фактически получаем доступ ко всем тем возможностям которые есть в том классе от которого наследуем вот это все что пока нам нужно понимать это вот эта возможность получить доступ к уже созданным возможностям нам не нужно изобретать велосипед заново это концепт наследования если данное видео вам понравилось то ставьте лайк подписывайтесь на канал и делитесь этим видео с друзьями и конечно до встречи в следующих уроках с вами был Дмитрий Слепцов пока